Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мои ролики о придуманном монголо-татарском нашествии, именно в таком произношении, как в академической истории, монголо-татарском, нашли широкий отклик. Задано много вопросов, на некоторые я ответил, на некоторые не успел, а на некоторые, если говорить честно, я не нашел ответов. Один из вопросов был о главном городе, столице монгольской империи, городе Каракаруме. Обратимся к Википедии, как к носительнице официально признанных исторических событий. Датой основания города считается 1220 год, когда ставка Чингисхана была перенесена на берега Архона. Резиденция хана располагалась, вероятно, у горы Малахете, на городище Тахай-Болгас, где в XII веке находилась ставка Кириитского хана. Застройка территории началась не ранее воцарение Угедея в 1229 году, который был убежден советниками в нужности стационарной столицы. В его правлении и сложилось представление о том, что Каракарум – центр монгольского государства. Угедей построил дворец, названный Дворцом 10 тысяч лет благоденствия. Младших чингизидов обязали также построить здесь по дворцу. В 1234 году как дворцы, так и кварталы оружейников за пределами Тахай-Болгаса были обнесены крепостной стеной. Каракарум был главным лагерем, где хан оставлял семью на время своих походов и центром производства вооружений и оснащения войск. Так о этом городе пишет Википедия. А что же пишут о монгольских ханах и ограде Каракаруми средневековые путешественники? Массу интересного я вам доложу. Вот путевые заметки монаха Гийома Рубрука, участника посольства к великому хану монголов, отправленного французским королем Людовиком Святым в 1253 году. Начнем с маршрута Рубрука. В Каракарум он едет через Черное море, Тавриду и Донские степи, а возвращается через Дербент и Армению. Совершенно нормальное направление. Если Каракарум располагается где-то на Волге или в Северном Крыму, но если Каракарум в монгольских степях, такой дорогой в него ни за что не попадешь. На Донуру Брук попадает в русское селение, жители которого переправляют на лодках путешественников в Орду. У Батыя тут же под рукой находятся переводчики-толмачи, которые переводят письмо короля с латинского на тюркский и славянский. Там же Рубрук видит христианское богослужение, но его попытки вести дискуссии о латинском каноне тут же натыкаются на неприятие. Всего пять строк из записей монаха. А сколько вопросов сразу хочется задать автору этих строк? Во-первых, если бы ты все-таки монгол, то почему письмо короля переводится на тюркский и славянский языки? Где хотя бы упоминание о монгольском языке? Так вот описывает сей член посольства город Каракарум, своему королю. О городе Каракаруме да будет вашему величеству известно. Там имеются два квартала. Один сарацин, в котором бывает базар, и многие купцы стекаются туда из-за двора, который постоянно находится вблизи него, и из-за обилия послов. Другой квартал китайцев, которые все ремесленники. Вне этих кварталов находятся большие дворцы, принадлежащие придворным секретарям. Там находятся 12 храмов различных народов, две мечети, в которых провозглашают закон Мухаммада, и христианская церковь на краю города. Город окружен глиняной стеной и имеет четверо ворот. У восточных продается пшено и другое зерно, которое, однако, редко возится. У западных продают баранов и коз, у южных – быков и повозки, у северных – коней. Во-первых, никаких таких монголов и близко нет. Каракарум – столица оседлого народа. Правда, далее Рубрук вскользь упоминает, что поблизости есть кочевники. Но они ни над кем не властвуют, ни кем не управляют, ведут себя словом, как испокон веков и принято у кочевников. Время от времени приходят городским воротам, чтобы продать немного скота и купить себе необходимые в хозяйстве вещи. Во-вторых, пшено. Пшено – это проса. А проса сеяли как раз русские и тюрки. В-третьих, китайцы именно здесь употребляются, как несомненно, это русы. Вспомните значение слова «китай» в XIII веке и во времена Афанасия Никитина. Далее автор описывает дворец. Вот такие диковины встречаются в ханском дворце. При входе в него мастер Вильгельм Парижский сделал для хана большое серебряное дерево, у корней которого находились четыре серебряных льва, имевших внутри трубы, причем все они изрыгали белое кобыле молоко. И внутри дерева проведены были четыре трубы, вплоть до его верхушки. Отверстия этих труб были обращены вниз, и каждое из них сделано было в виде пасти позолоченной змеи, хвосты которых обвивали ствол дерева. Из одной из этих труб лилось вино, из другой – каракосмос, то есть очищенное кобыле молоко, из третьей – бал, то есть напиток из меда, из четвертой – рисовое пиво, именуемое террацина. Для принятия всякого напитка устроен был у подножья дерева между четырьмя трубами особый серебряный сосуд, а на дереве ветви, листья и груши – серебряные. На что хотелось бы обратить ваше внимание? Ну, в первую очередь, на слово «мед». Значит, где-то поблизости борти – лесные ульи пчел, устроенные ими в дуплах, откуда и добывали мед славяне. Неужели это серебряное дерево, столь сложный механизм парижской работы, подобными, кстати, увлекались первые московские цари, таскались следом за ханом на тряских повозках? Конечно, нет. Каракарум – это не кочевье, а самый настоящий город. Вот описание ханского дворца, ничуть не похожего на юрту. И дворец этот напоминает церковь, имея в середине нев, и две боковые стороны его отделены рядами колонн. Во дворце три двери, обращенные к югу. Перед средней дверью внутри стоит описанное дерево, а сам хан сидит на возвышенном месте с северной стороны, так что все его могут видеть. К его престолу ведут две лестницы, по одной подающая ему чашу поднимается, а по другой спускается. Сам же хан сидит там наверху, как бы некий бог. С правого от него боку, то есть с западного, помещаются мужчины, с левого – женщины. Рядом с колоннами у правого бока находятся возвышенные сидения наподобие балкона, на которых сидит сын и братья хана. На левой стороне сделано так же, там сидят его жены и дочери. Одна только жена садится там наверху рядом с ним, но все же не так высоко, как он. Ну, конечно, настоящий дворец. Колонны, балконы. И если не считать того, что о женах хана упоминается во множественном числе, описание это ничуть не отличается от описания какого-нибудь русского дворца. Серебряное дерево, так как у Ивана Грозного рычащие серебряные львы были, хан, сидящий на престоле высоко над всеми, женщины по одну сторону, мужчины по другую, и именно так, как мы видим на русских рисунках 16 века. Даже если это и не русские, в сегодняшнем понимании этого слова, то уж не монгольское кочевье, это точно. И вот как мог называть в те времена такой народ французский монах? Если вместо монгола-татар подставим уже знакомое Могол-Тартария, то получаем название империи Великая Тартария. Ведь именно под таким названием мы видели ее на европейских картах, датированных 16-17 веком. Причем нет тут ничего великорусского. На картах этой территории обозначалась Гран-Тартария, то есть Большая Тартария, или Великая, Великая в смысле размера, страна. Часто упоминается, что в Каракаруме жило большое количество русских ремесленников, что и в охрану несли русские воины, даже русских огородников туда переселяли. Все это лишний раз доказывает, что Каракарум располагался не так уж далеко от Руси. Глупо думать, что пленных ремесленников гнали до Китая на расстоянии больше 5000 километров. Мировая история просто не сдает подобных примеров, разве что австралийские каторжники. Но это уже совсем другая история. Есть документ, написанный примерно в то же время, что и отчет Рубрука «Комментарии каналам Бертонского монастыря». Так вот, среди других титулов Чингисхана, приводимых там, есть такой Цезар Карус. Наиболее правдоподобный его перевод на русский «Кесарь-Царь». Если есть другие толкования, интересно будет их услышать. Есть еще хроника плана Карпини, написанная францисканским монахом, посланным к татарам по классической версии, но я рискнул ставить недостающую буковку, получится, к тартарам, папой Иннокентием IV. Путешествие Карпини по Руси как раз и забилуют верными деталями. Посольство попыталось уговорить князя Василька Волынского, брата Данила Галицкого, вернуть свои земли под власть латинского закона, но безуспешно. Что ж, вполне отвечает реалиям того времени. Киев по Карпини бедный городок, где насчитывается не более 200 домов. Ну, так и должно быть после всех предыдущих бедствий. Властвует в Киеве, конечно же, отец Александра Невского, Ярослав Севолодович, но сам он в Киеве не живет, управляет городом тот самый Тысяцкий Дмитрий, что, как мы помним, был обласкан Батыем за его храбрость. Татары по Карпини в своих походах доходят до страны самоедов и Ледовитого океана. А если не татары все-таки, а тартары, то сразу становится все верно. Тартария и в европейских картах выходит к берегам Северного моря. Описание ставки Батыя у Карпини напоминает как книгу Рубрука, так и быт русских царей более позднего времени. Батый живет великолепно. У него привратники и всякие чиновники, как у императора. И сидит он на высоком месте, как будто на престоле с одной из своих жен. Вновь мужчины сидят справа, женщины слева, в точности как у русских. Татары в собрании не пьют иначе, как при звуке песен или струнных инструментов. Кстати, и престол, и золотую печать для хана изготовил золотых дел мастер Казьма. Опять добавляем букву «Р». И все становится в уготованной истории место. А вот дальше начинается, конечно, полет буйной фантазии. Владея огромными стадами овец и баранов, варвары от чрезмерной скупости, редко едят здоровую скотину, а более хворую или просто падаль. Как вы понимаете, полнейший вздор. Ни у одного кочевого народа столь дурацкой скупости, заставляющих их питаться падалью, не отмечено. Употребляют в пищу не только лошадей, но и собак, волков, лисиц, а по нужде даже человечье мясо. Полнейший вздор. Лисье мясо повсеместно в Азии издавна считалось ядовитым. Поймав на охоте лисицу и содрав шкуру, тушку не отдавали даже собакам, а зарывали в землю. Быть может и ели, конечно, собак с волками, но только в голодные годы при массовом падеже скота. Ну а насчет употребления в пищу человечины или заявления свирепость их простирается до того, что иногда сосут кровь пойманного врага. Я считаю, это обычные байки, уже привычные всем нам байки западной пропаганды про то, как мы русские в обнимку с медведями ходим по улицам и пьем водку, ну, наверное, с теми же медведями. Соседи татар, по описанию татар, но по сути тартар, отчего-то ни разу не упоминают о их людоедстве или кровопийстве, одни лишь западноевропейские историки, одни лишь западноевропейские источники. Это еще раз подтверждает панический страх бывшему сюзерену, ведь до десятого века западные границы Тартарии проходили гораздо западнее Волги, простите за тавтологию. И завершает свои побасинки Карпини рассказом об ужасной магнитной горе, якобы состоящей из алмазов, обладающих магнитными свойствами, возвышающейся где-то на землях монголов, что автоматически переводит его записи в разряд откровенных баек. Значит, объявив Каракарум столицей монголов, причем даже название города говорит о его тюркском, а не монгольском происхождении, официальная история сама себе выкопала яму, ну и с завидной последовательностью сама в нее и угодила. На этом я прервусь продолжение в следующем ролике. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.